Всем привет! С вами снова Аня Контария, и мы учимся отличать знаки судьбы от таргетированной рекламы. Работа с тестами – самый сложный, но самый эффективный способ для запуска рекламы. Главная заповедь любого маркетолога – тестируй гипотезы, пока не найдешь ту самую. Таргетированной рекламой это касается в первую очередь. Давайте вспомним, какие факторы влияют на успех компании. Это цель компании, аудитории для компании, креативы для компании, плейсменты, на которых мы делаем рекламу, и, наконец, сам продукт, который мы рекламируем. Оттестировать нам надо все пункты, кроме первого и последнего. Опытные таргетологи делают это легким движением руки, а для тех, кто только начинает свой путь, это наглядный способ понять, как все работает. На тест нам надо небольшой бюджет и заготовки. Сейчас, чтобы было наглядно, я буду тестировать простейшие связки, но рекомендую вам тестировать по максимуму, если есть такая возможность. Что такое тестирование вкратце? Это проверка соотношения аудитории и креатива. То есть, это запущенные на 2-3 дня рекламы и анализ результата на маленьких цифрах. Я беру заранее заготовленные креативы. У меня это пост и сториз. В идеале, в 2022 году еще надо делать рилс и запускать их. Заходим в ADC-менеджер, нажимаем «Создать компанию», начнем со сториз. И целью у меня будет переход на сайт, на страницу «История Артема», где его можно поддержать. Важный момент. Посмотрите на размер креативов и убедитесь, что они подходят под формат сториз или поста. Каждый креатив под каждый формат мы запускаем отдельным объявлением. Поэтому я упомянула сториз. Потому что тот или иной плейсмент будет по-разному отрабатывать вашу рекламу. Дальше я заполняю все графы. Бюджет, ссылки, даты начала кампании. Переходим в графу «Аудитории». Из сохраненных ранее аудиторий я выбираю «Широкую». Теперь я вручную выбираю плейсмент. То есть мы заходим в ручной выбор и выбираем истории. По аналогии действуем с лентами. Когда я говорила с фондом Хрупки, у них было две цели для рекламы. Это донаты на сайт и увеличение подписчиков. Исходя из чего делаем вывод. Рекламу в сториз у меня будет вести на сайт, а пост я попробую перенаправить на инстаграм аккаунта Хрупки. Хочу отметить также, что никаких паролей от аккаунта у меня нет. Мы все делаем через доступы, которые они предоставили мне по электронной почте. Теперь я выбираю здесь аккаунт «Инстаграм» и добавляю заранее готовые креативые ссылки. Так как это сториз и мой макет готов, текст я не добавляю. Только ссылку на сайт. Ссылку для показа мы тоже не вставляем. Справа мы видим предпоказ объявления. Призыв к действию можно выбрать из списка. У меня это подробнее. Я опубликовала это объявление. Сверху мы видим его статус и сейчас это обработка. О проверке объявлений. Изучите правила размещения рекламных креативов Фейсбука. Мы не рекламируем все, что связано с законом о рекламе. Это алкоголь, табак и всякие запрещенные вещества. Интересный факт. Нельзя использовать в рекламе котиков. Также вас не должно пугать, что объявление может проверяться до двух суток. Будьте внимательны. Теперь я создаю второе объявление на тест по аналогии. Но теперь это будет пост с целью перехода в Инстаграм и детальной аудитории, чтобы мы получили сравнение. Здесь мы добавляем основной текст и заголовок. И ссылку даем на Инстаграм. Мы опубликовали оба объявления и через какое-то время просто сравним результаты. А теперь немного теории. Что еще можно тестировать? Плейсменты, места размещения рекламы. Для разных ниш лучше могут сработать или сториз, или посты, или правый столбец в Фейсбуке. Попробуйте все. Цели рекламы. Этот пункт больше всего подходит тем, кто продает товары и услуги и ведет трафик на свою страницу в Инстаграме. Помимо цели трафик протестируйте генерацию видов и сообщения. Оцените, как ваша аудитория более склонна к коммуникации. Если вы продвигаете товары с сайта, цель, которую стоит настраивать – конверсия. Но вы можете поэкспериментировать с выбором разных конверсий. Сколько выделить времени и денег, чтобы понять, какая связка та самая? На одну рекламную кампанию нужно закладывать бюджет не менее 200 рублей в день. Алгоритмам Фейсбука нужно около трех дней, чтобы оптимизироваться, поэтому лучший вариант – запустить тест на три дня и ничего не трогать. По итогам трех дней будет понятно, какой креатив приносит лучший результат, но если вы потратили от 200 рублей и результатов нет вообще, скорее всего, вы не угадали с креативами. Попробуйте вернуться к самому началу. Так бывает, и это нормально. Нам сложно угадать, что именно хочет наша целевая аудитория, поэтому девиз любого таргетолога – тестируй. Теперь, когда мы запустили рекламу, обращаемся к результатам. Оцениваем рекламу по цене целевого действия – лида, заявки подписчика и так далее. Все эти данные есть на стартовой странице кабинета. Я сейчас покажу, о чем речь. Просто смотрим столбцы и их оценки. Пока у меня еще не запущена эта реклама, просто посмотрим, где искать данные. Выбираем те креативы, где стоимость за результат самая маленькая. Также стоит обратить внимание на эти показатели в рекламном кабинете. Что делать, если оценка средняя или выше среднего во всех столбцах? Ничего. Ваше объявление нравится Фейсбуку. Ниже среднего в оценке качества меняйте изображение. Ниже среднего в оценке коэффициента вовлеченности? Доработайте макет. Он вызывает низкие интересы аудитории. Поработайте над визуальной привлекательностью макета или поменяйте текст. Ниже среднего в оценке коэффициента конверсии? Объявление приносит мало результатов. Попробуйте поменять аудиторию. Ниже среднего в оценке качества и вовлеченности? Креатив не нравится аудитории. Меняем полностью. Ниже среднего в оценке качества и конверсии, скорее всего, реклама задержит неточность или противоречие. Ниже среднего в вовлеченности и конверсии реклама аудитории неинтересна, поэтому не приносит результатов. Меняем креатив полностью, все ниже среднего, меняем креатив полностью. Таким образом, благодаря такому действию, как тестирование, мы повышаем эффективность рекламной кампании до небес. С вами была Аня, и дальше будет только интереснее. Продолжение следует...